Меня зовут Андрей, я выпускник ШМЯ 2013 года. Сейчас я работаю в департаменте управления персоналом, менеджером по проектам. Я из города Кургана. Это небольшой городок на Урале. До ШМЯ я очень долго был программистом. У меня вся семья программисты, ну и как бы это логично, что так получилось. Я занимался сайтами, то есть я писал сайты от и до, грубо говоря, под ключи. То есть были ребята-дизайнеры, я занимался версткой, программированием, новым запуском, поддержкой дальнейшей и так далее. У меня были очень высокие ставки, потому что мы планировали свадьбу, и как бы у нас было все хорошо, мы никуда не собирались двигаться и так далее. Но любимая меня поддержала, сказала, давай, дерзай, стремись, беги, лети. Вот я приехал, бегу, лечу. Мои впечатления про офис, они начинаются с момента, когда заходишь, а тут все улыбаются, все довольные, все тебя принимают. Давай, приходи, будем заниматься, учиться, пробовать, то есть все, пятое-десятое. Вот это впечатление с самого начала, оно у меня остается до сих пор. Ты приходишь, решаешь какие-то рабочие вопросы, и тебя совершенно не дают никакие стены белые, или какие-нибудь, не знаю, тетечки, которые со шваброй постоянно ходят, что ты там, что ты тут стоишь, и так далее. Очень здорово, когда ты можешь прийти в офис и, ну, грубо говоря, в домашней такой атмосфере общаться с людьми. И с другой стороны, это работа. Смена обстановки, она сильно помогает. Можно в любой момент пойти в какое-нибудь другое место, или с кем-то пообщаться, или самому поработать. Естественно, диванчик. Можно упасть на грушу мягкую, можно пойти на четвертый этаж, полежать в гамаке. Можно выйти на балкон и просто поставить ноутбук, чашку кофе, и перед тобой Москва. Ты все видишь, это очень красиво, а ты работаешь. Мы общаемся с другими ребятами, и вообще можно сказать, что это еще одна моя семья. Когда я пришел сюда, я понял, что пришли в эту школу учиться те ребята, которые такие же открытые, такие же общительные, как и я. И у нас нашлось очень много общих интересов. Мы очень любим разговаривать. Мы собираемся где-то, отмечаем праздники, дни рождения и так далее. У нас получилась очень сплоченная такая группа людей. Мы друг другу помогаем на работе. И нам очень сильно это помогло, когда мы начинали работать. То есть два месяца мы отучились, и в течение этой учебы мы уже начали очень плотно общаться. И, насколько я знаю, мы были первый выпуск, которые очень плотно взаимодействовали во время учебы. Помогали друг другу где-то. То есть мы не соревновались, не дрались, не совали палки в колеса, а наоборот. Когда уже мы вышли на работу, в такую большую компанию, работает 5000 человек, ты, грубо говоря, вообще никого не знаешь. Но, с другой стороны, у тебя есть 40 человек, наверное, не 40, чуть меньше, но те люди, с которыми ты уже порообщался два месяца. И ты можешь хотя бы пойти к кому-то, выговориться, поделиться своими проблемами. Ты можешь прийти и сказать, у меня все плохо, или прийти и сказать, у меня первый запуск, первый релиз, порадуйтесь за меня и так далее. И мы очень сильно следим за судьбой каждого из нас. И когда, в то время, когда нас отбирали, кто в какой отдел пойдет, мы очень переживали за каждого человека, потому что у каждого были собеседования. Были ребята, которые не прошли в один отдел, не срослось с командой, они пошли в другой отдел, собеседовались там, там, там. И просто это какая-то Санта-Барбара была у нас там. Причем мы общаемся в ВКонтакте, в чатике, и мы постоянно поддерживаем вот это вот общение. И все это в реальном времени. То есть ты, грубо говоря, сидишь в одной части офиса, в другой части офиса что-то происходит, ты об этом в курсе. И это клево. Ты понимаешь, что там, ну вот те близкие тебе люди, вот они тоже рядом, они здесь, они чего-то подбираются в секунду. Я вообще ни секунды не жалею. Да, я уехал от семьи. Да, я уехал от друзей. Но, с другой стороны, век высоких технологий. Плюс к тому я стараюсь ездить домой, я зову друзей сюда, они ко мне приезжают. Поэтому это все решаемо. С другой стороны, ты можешь получить просто колоссальный опыт. И мечта у меня такая, чтобы обеспечить своим детям счастливое будущее, чтобы они ни в чем не нуждались. И, грубо говоря, Яндекс — это один из шагов к достижению этой цели.